приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы держу в руках картошку и собрала скомпоновала вопросы от начинающих огородников этих кто собирается начинать о картофеле и давайте рассмотрим более подробно вот этот вопрос я здесь вот подготовила уже и ваши вопросы записи и естественно подготовила те элементы которые нужны нам для того чтобы определить ну первый вопрос это вопрос который касается вопроса почему картофель невкусный водянистый запахом и портится этого не буду называть авторов этих вопросов давайте рассмотрим более подробно я спросила что и как вносили с прошлого года как готовили почву рассказ такой внесли навоз весной под посадку и потом мы всыпали еще суперфосфат и еще какие-то удобрения комплексные но не знаю как они называются и вот такой картофель рассказываю что картофель очень дубовый невкусный получился хотя урожай хороший как будто бы довольная что же не так сделано было но хочу сказать сразу же ответить что навоз весной нельзя вносить самый лучший результат это навоз под предшественник еще за год до того когда будет высаживаться вот этот прекрасный картофель поэтому нельзя увлекаться чрезмерным удобрением чрезмерно органическим должно быть все в комплексе еще очень интересный момент и уже я сама испытала и вот мне рассказывают что использовали молочную молочный коктейль а затем просто борную кислоту при обработке картофеля для защиты от грибковых заболеваний в общем вот этих обработок было три-четыре обработки так вот борная кислота тоже вызывает вот картофель становится жестким да он меньше болеют растения но он такой дубовый да хранится хорошо но нужно хорошо варить в борще он не разваривается в супе не разваривается и получается что очень жесткий только вот хорошо для чипсов но мы чипсы то не делаем для жареного картофеля то же самое но вот нужно все таки должен быть комплекс и нужно обязательно все делать в меру я поэтому вот подготовила здесь у меня разные удобрения и что я как делаю хочу сказать что важно целый комплекс должны не просто или борная кислота или навоз и вы решили что все полностью да еще суперфосфат внесете то получится все у вас хорошо и картофель вырастет замечательный да картофель может вырасти но увы не не будет храниться и вкуса не будет или же он будет допустим мелкий весь всякое может быть потому что какие-то большие если одного удобрения очень много просто-напросто угнетается в какой-то части растения во время периода вегетации и естественно растение не выдает тот результат который нам нужен и я хочу еще особо остановиться на фосфоре калия потому что кроме перегноя не навоза и перегноя заранее с осени нужно еще вносить фосфор и калий но можно и суперфосфат тот же внести а лучше под посадку но снова же не увлекаться нужно использовать как мы допустим у нас есть на канале плейлист картофель и мы там рассказываем показываем как мы нашли в органических частях каких-то вот светоаптеки костное мясо костная мука рыбная мука кормовые дрожжи мы нашли вот этот состав фосфора калия и его активно используем для того чтобы удобрять при именно при посадке но затем приходит время когда картофель у нас растет и что делать в таком случае в таком случае я уже использовать я нашла для себя вот такой выход нашла вот такую вот очень интересную вещь который микро минеральность для картофеля вот здесь весь комплекс это жидкое минеральное удобрение здесь есть как раз очень нужные и азот и бор и цинк и железо и мете кобальт молибден магний в общем вот здесь весь состав удобрения вот у меня есть даже я себе попросила книжечку чтобы вот этот состав когда я уже решила заниматься серьезно картофелем я вот занялась вот изучением что есть и что нужно картофель так вот вот этот состав очень нужен и он здесь есть и всего на всего 15-20 миллилитров на 10 литров воды у них корневая подкормка начинается вегетация вот доходит до цветения несколько обработок и прекрасно получается но тоже снова же увлекаться нельзя много и поэтому я далее обрабатываю вот защита у меня вот есть такие два удобрения с карадо м я использую оба не только плодово-ягодные картофель он убирает и вот новые современные моли бабочки совки и естественно колорадский жук и я сюда же добавляю для того чтобы получился вкусный картофель добавляю еще магний тоже очень важный элемент питания который нужен картофелю и получается картофель рассыпчатый сладкий вкусный и вот эти все микроэлементы которые мы вот это все добавляем подкормку посадку далее подкормки идут не менее раз там вот 10 дней во время вегетации обязательно вот эти подкормочки делаем получается что вот этой системой удобрений мы регулируем и величину и количество клубней качество кожуры естественно как оно хранится потемнение мякоти лёжкость вот это все вместе дает возможность нам получить хороший урожай но вот эти все удобрения будут стоить 0 процентов если не будет поливов поэтому посмотрите в нашей папке есть папка плейлист картофель и мы рассказываем засуха и мы перед посадкой обязательно используем полив поливаем лунки а затем укладываем удобрения кроме этого мы еще укладываем органические остатки потому что у нас суглинки если же у вас другие грунты то начинайте с того что определитесь есть ли у вас возможность поливать и определитесь типом почвы если допустим у вас почва супесчаная то здесь очень мало калия нет кальция магния значит нужно вот эти удобрения если есть возможность агрохимический анализ почвы проведите прежде чем начинать я знаю что очень многие уже возвращается к земле уезжают с городов и сейчас это будет очень актуально поэтому вот эти все вопросы изучите заранее для того чтобы знать что вам надо мы прежде чем вот прийти к такому вот результату мы очень долго всякие испытания проводили получали иногда очень мелкий как горох картофель и много его но вот мы уже сколько лет получаем очень хороший урожай благодаря тому что все это используем в комплексе и не увлекаемся чем-то одним если что-то одно много другого не хватает тоже не будет результата и вот обратите внимание наборную кислоту тоже жесткая получается картошечка но и она очень хороша перед цветением во время цветения я в этом году только две обработки провела больше двух обработок если жара то даже одну обработку на следующий год планирую здесь у нас будет у нас молочный коктейль несколько видео есть по поводу как я готовлю молочный коктейль посмотрите в плейлисте картофель и там есть и марганец и другие питательные вещества и защитные элементы из аптечки вот это все вместе дает очень хорошую защиту от болезней мы забыли что такое фитофтора парша и тому подобное наш картофель здоровый и естественно если он здоровый идет фотосинтез прекрасно вегетация идет строго по плану водичка тоже строго под корень и вот эти все вопросы решаются благодаря тому что мы используем все в комплексе и вовремя поэтому дорогие уважаемые наши подписчики просто зрители обратите внимание прежде чем начинать заниматься овощами выращиваем картофеля это второй хлеб изучите внимательно агрохимический анализ почвы и подготовьтесь к новому сезону уже сейчас и семена очень важны и почва и комплекс удобрений и вода там где засуха будьте внимательны лучше вырастить несколько рядочков но качественный хороший картофель что же раиса горяченко александр волик сегодня подготовили это видео для вас и ответили на ваши актуальные вопросы по поводу выращивания картофеля следующем в 2021 году мы прощаемся с вами до новых встреч в новых видео пока пока удачи